метафора блока река течет есть деревья камни и вода должна все это обходить то есть блоки психики в теле это как камешки и во многих направлениях смотрите на слайды есть мнение что блоки надо разрушать но у медали всегда две стороны блок имеет двойственную природу они нам нужны и полезны и когда человек приходит в терапию к психологу возможно ему эти блоки нужны поэтому соприкасаемся с блоками надо понимать он отжил свое или еще нужен или надо найти другое чем эту защиту можно заменить тогда это будет экологично то есть подходим к блокам в теле в психике с уважением с любовью также благодаря блоку блок это рост личности мы развиваемся болезни блоки это можно сказать символически один из путей что создала природа бог это нас ведет мы трудимся развиваемся и иногда нам нужен волшебный пинок для развития и страдания это часть жизни тоже и мы тоже можем понимать других людей думать о них понимать что мы не главный царь и бог на земле есть еще законы мироздания и так далее дальше у нас как у психологов не должно быть установки что надо быстро наброситься и разрушить блок если мы берем палсинг холистический массаж такую телесно ориентированную технику мы не проходим через сопротивление и я работаем мягко можем предложить клиенту прочитать книгу холистический массаж но в книге пишется о том что в блоках находится потенциал исцеления там большой квант энергии который можно направить на пост травматический рост на реализацию в профессию создание семьи изучение я новой профессии что-то еще дальше блоки это наши ценные учителя и конфликт травма могут стать поворотным пунктом мы находим золото в блоках как есть такая метафора что лотосы растут в грязи и важно подходить к блокам с уважением любовью и дальше сейчас будет следующий слайд блоки имеют разную степень глубины чем более поверхностный блок на психике с ним легче работать чем более глубокие тем тяжелее конечно но больше времени надо но в принципе возможно дальше